Сезон дачных заготовок открыт. Торговый комплекс Мега на железнодорожной 37 помогает воплощать даже самые смелые рецепты для консервирования. Кухонные принадлежности, стеклянные банки и металлические крышки, закаточные машинки и захваты, стерилизаторы и сливные крышки. Все для консервирования в домашних условиях. Покупайте в торговом комплексе Мега. Город Северодвинск, железнодорожная 37. Здравствуйте, в эфире Дачник-удачник. Меня зовут Сергей Низговоров. Дачный сезон закрыт и сегодня мы предлагаем вам вспомнить, каким было дачное лето 2018. В наших программах мы вместе с вами, уважаемые телезрители, узнали от опытных дачников секреты удачного урожая. Капусте надо рыхлить ее обязательно. После каждого дождя и после каждого сорняка мы и начинаем ее как бы подокучивать. Начинаем окучивать капусту до листочка. До листочка, оставляя корешок не трогаем, корень оставляем, а вот окучиваем до листьев, до листьев, чтобы была горочка. Для того, чтобы капуста завивалась. Вот так вот. Раньше приговаривали. Завивайся, кочешок. Будь капуста не пуста, а туга. Вот так вот. Чтобы росли хорошо огурцы, надо их уметь подвязывать. Начинаю я их подвязывать, когда они совсем маленькие кустики. 5-6 листочков и уже подвязываешь. А потом приходишь через день-два и каждый раз стебелек закручиваешь, закручиваешь, закручиваешь. Вот посмотрите, видите, вырастала веточка. Я ее вот так закрутила. Еще раз закрутила. И до самого верха теплицы. От основного стебля растет листочек, плодик и боковые веточки. И вот, чтобы достигнуть большого сбора урожая огурцов, вот эти боковые веточки безжалостно я убираю. На урожай огурцов в этом году я пока не жалуюсь. Узнали мы и насколько верны некоторые слухи. Говорят, что огурцы с перцами вместе не сажают. Это правда? Нет, не правда. Хотя вот слыхала, что перцы с огурцами не растут, но у нас растут. Покажете? Покажем. Пожалуйста, проходите. Пойдем. Вот, пожалуйста, вот огурцы, а вот перчики. И вот они, видите, самые невысокие от земли, а уже усеяны перчиками. На своих дачных участках дачники выращивают весьма необычные для нашего северного региона ягоды, фрукты и овощи. Это яблони 22 года. Я привезла ее с моей родины, Сульяновска. То есть она, по их меркам, это дичок, но она очень хорошо у меня плодоносила. Все года. А прошлый год вот в такие морозы вымерзла. Сейчас от корня пошли молодые побеги. Вот будем думать, что она выживет. И даже есть несколько яблок там наверху. Это моя слива. Ягоды. Урожай большой. Если дальше погода будет хорошая, видите, все усыпано. Она тоже привезена с Сульяновска. У меня вот еще есть лишня. Тыкву вырастить несложно. Главное вовремя ухаживайте и выполнять все необходимые рекомендации садоводов. Да, я выращиваю каждый год и у меня получается. Несколько лет назад, в теплое лето, моя тыква была очень большая. То есть где-то килограммов 25 нести я ее не могла, поэтому катила. Сорт называется стофунтовая. Конечно, такую тыкву съесть трудно, поэтому я делила ее на части и одаривала всех соседей. Сезон дачных заготовок открыт. На кухонном столе уже свежий урожай. Чтобы воплотить самые смелые и оригинальные рецепты, несколько полезных советов. Чтобы ваши заготовки были вкусными и долго хранились, необходимо помнить несколько основных правил. Первое – это стерильность. Если вы хотите, чтобы ваша консервация сохранилась как можно дольше, используйте качественные крышки. Они надежно сохранят ваше соление и варенье. Не забудьте про закаточные машинки, захваты, стерилизаторы и сливные крышки. Все это верные помощники на вашей кухне. И вкусных вам заготовок! В каждой программе звучали советы врача. Но и сами дачники знают, что на их огороде полезно для здоровья. Фаина Васильевна Добрынина у себя на дачном участке посадила кусты жимолости. Тут были ягодки. Их, конечно, было больше. Но помогли скушать птицы. Но то, что осталось, съела я. Вот одна единственная осталась. Вот она. Это очень неприхотливый кустарник. И особого ухода не требует. Главное вовремя поливать и подкармливать. Она у меня и на прошлом участке росла. Там кустарники вырастают где-то. Ну, в мой рост примерно. И очень обильно она дает урожай. Они очень хороши от высокого давления. Из них очень вкусные джемы, компоты. Мужчины-дачники поделились своими мужскими секретами. Борис Васильевич Вонинский – подполковник в отставке. Привык брать на себя всю мужскую работу. Когда мы приехали к ним на дачу, Борис Васильевич занимался заготовкой дров. Кстати, он заводит бензопилу, не удивляйтесь, с помощью гвоздодера. Она так в обращении-то легко. Но уже возраст. И заводить стало тяжеловато. Так я тут приспособился, чтобы она у меня не выскакивала. Хорошо, давайте, заводите. Показывайте. Поскольку она тяжеловата уже по возрасту для меня, я ставлю на бугород для того, чтобы цепь в землю не ушла при заводке. Я тут приспособился немножко. Вот ставлю гвоздодер вот сюда, чтобы это не выскочило, когда пила заведется. Ну, а остальное, как положено тут. Нажимаем газ на постоянно. Включаем подсос. Ногу ставим вот так. И, извините, я уже двумя руками... Вот, схватило. Подсос убираем. Как не переплатить за новый холодильник? На вопрос телезрителя отвечает Дмитрий Залеский, специалист магазина «Всё для газа», партнёра программы «Дачник-удачник». Современные холодильники оборудованы достаточно высокоэффективными низкошумными компрессорами и заправляются высокоэффективными холодагентами, которые позволяют достичь низкого уровня энергопотребления. Поэтому при выборе холодильника советую ориентироваться на размеры холодильника, именно те размеры, которые вам нужны, чтобы вам не переплачивать за лишний объём и, наверное, на свой кошелёк. В последнее время холодильники отечественных и белорусских производителей достигли уровня импортных аналогов при гораздо более низкой цене. Дача – это не только место для битвы за урожай. Для некоторых дача – это источник вдохновения. Например, для Андрея Александровича Пономарёва. Это моя вот польская мастерская. Не зря говорят, пела поёт. Это была программа «Дачник-удачник». С вами был Сергей Незговоров. До встречи в следующем дачном сезоне. 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 До встречи в следующем дачном сезоне.